Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт. Есть предложение сегодня заняться чем-нибудь новеньким, то есть то, что выходило в последних обновлениях, а именно пчелами. Мне, то есть, на самом деле, действительно было очень интересно, что они могут и зачем вообще их ввели. А оказалось, что это не только там мед и соты, при помощи которого там, ну, меду можно просто съесть, например, и получить довольно-таки большое количество голода. Это, на самом деле, еще очень хорошее удобрение. И нам, естественно, понадобится место, где мы будем этих пчел хранить, и таким местом является улей. Ну, то есть, этот улей нужно сделать. Чтобы сделать улей, нам понадобятся соты, то есть, первоначальные соты нам нужно собрать. Естественно, собирается с ульев диких. Дикие ульи просто рандомно вспомнятся в миру, то есть, это найти, на самом деле, не такая большая проблема. Тем более, мы с вами их уже видели, они тут недалеко есть. Я надеюсь, что здесь все-таки больше улей, чем один, потому что я вот пока что нашел только один единственный вот тут вот. Нужно будет сейчас побегать еще так кругами, поискать, может быть, найдем. Соответственно, для того, чтобы безболезненно собрать... Тихо, девочки, тихо. Мы с вами сделаем следующее. Поставим вот сюда сноп сена. Сверху снопа сена ставим костер. И таким образом, при помощи как раз ножниц, мы можем отсюда собирать... Оп. Наши... Угу. Всего два, да? Медовые соты. А еще собрать могу. А, вон третий, отлично. Мне как раз нужно было три. Теперь обратно все это забираем, чтобы пчелы у нас там дальше продолжали жить. Летать и собирать мед. Все хорошо. Если бы я сейчас этого не сделал, если бы я их так не окурил как раз дымом, то они бы на меня напали. Теперь мы можем вернуться домой и спокойно сделать себе свой собственный улей, а за пчелами мы еще сюда прибежим. Тут у меня из нового практически ничего не изменилось. Я очень много тут просто оформил за кадром, а строительством почти не занимался. Ну, то есть ты занимаешься либо одним, либо другим. Либо строишь, либо формишь. Вот, у нас появляется улей. Пока что древесину все скинем. Где-нибудь пригодится, бог с тобой. У меня есть терракота обычная. Я хотел из этой обычной терракоты сделать... У меня есть где-нибудь еще красители? У меня есть одуванчики, хорошо. А серый вот, серый краситель. То есть мы с вами сейчас можем выставить ее вот сюда. Шикарно, как раз 7. И 7 у нас с вами получается красители. В общей сложности 61 светлые терракоты, а 37 вот такой оранжевой терракоты. Так, что нам сейчас с вами еще понадобится? Нам понадобится ведро. Я все ведра потерял, потому что я тут один раз умер. Но это еще было перед предыдущим выпуском. Я просто отошел от игры и что-то как-то забыл вернуться. И вернулся, когда уже просто был мертвым. Я думаю, что где-то вот здесь вот будет просто идеально. То есть у нас с вами получится во все стороны. Довольно-таки много пустого пространства сейчас. Я вот здесь вот поставил. Мы отсюда перенесем. Сделаем это вот здесь вот. Теперь, что мне нужно сделать? Давайте с вами поставим сюда, наверное, полублоки. Таким образом вода не исчезнет. То есть если мы с вами сейчас поставим сюда, как видите, здесь вода до сих пор есть. Соответственно, мы теперь можем спокойно в разные стороны. Где у меня там как раз мотыга? В разные стороны от этих блоков сделать... То есть сделать 4 на 4. Раз, два, три, четыре. В эту сторону. Такая же история. Ну и вот так вот во все стороны сделать 4 на 4. И таким образом у нас с вами вот это все будет полностью орошаться. И здесь у нас все будет расти. Теперь. У нас с вами есть улей. Мы его сделали заранее. Это будет у нас с вами, наверное, такое, знаете, вручную. Здесь можно автоматизировать этот процесс. Так. Я сейчас плохо поставил на самом деле. Потому что вот это вот вход в улей. И он направлен всегда к тебе лицом. То есть нам нужно поставить его так, чтобы он, например, смотрел сюда. И пчелы могли спокойно возвращаться. Вот здесь, на этом месте, должны расти цветы. Чтобы пчелы могли их собирать. Ну, цветы можно накидать разные. То есть можно это рандомно собрать. Я, как видите, какие смог собрать, такие собрал. То есть у меня там есть и тюльпаны красные, и всякие разные. Соответственно, вот так вот рандомно все это дело накидать. Дальше это поставим вот сюда. Красота. И, естественно, нам теперь нужно это дело поднять где-то, ну, я думаю, на 6 клеток в высоту. Как понимаете, вот эта таракота вместе с моим ресурспаком, она светится. Так что это просто по большому счету декор. Мы при помощи этих светящихся блоков как раз сделаем основание теплицы. Ну, там, потолок будем делать за саму теплицу из стекла. Что-то тут в процессе на меня бандиты напали. Вот этого я сейчас прикольно не понял. Ребята, а вы что здесь забыли-то? Серьезно? Нет, вы серьезно? Эй. Откуда здесь залезь? Ладно, поливать. Все, хорошо, с этими справились. Вот таким образом у нас это дело будет выглядеть. Можно было бы по разнообразии не сделать, но вполне нормально. Это будет смотреться довольно-таки неплохо. Так, это раз. Дальше. Мне понадобится стекло. Я думаю, что стекло сразу с вами покрасим, чтобы оно все выглядело одинаково. Правда, мне понадобится очень много серого красителя. Стекло я уже заранее пожарил. У меня с собой есть 8 как раз. Так, хорошо, положим сюда вот это добро. И нужно, естественно, здесь все полностью вот этим стеклом заставить, чтобы у нас с вами получилась нормальная теплица, которая полностью загорожена. Нельзя оставлять ни одного как раз блока незастроенным, потому что пчелы могут через него вылететь. Ну и просто-напросто мы их с вами потеряем. О, я нашел лошадь и жеребеночка. Ты смотри, класс. Как раз я вчера хотел найти лошадь, и никак не получалось. А сейчас она пасется просто рядом с моим домом. Шикарно. Да уж, бывает такое. Тихо, тихо, тихо. Че такая вредная? Ты смотри на него, а? Ты прям конь какой-то. Все, хорошо. Мы с вами ее приручаем. Можно сразу нацепить на тебя все самое кайфное. И поскакали. Жеребенок ты с нами. Ну, пошли с нами тогда. Давай за нами. Пошли потихоньку. Не, жеребеночек сам по себе. Во, у нас теперь с вами есть отличное средство передвижения. А я тут, понимаете ли, теплицы строю. Мне там еще нужно крышу закрыть, я просто... Кстати, я пошел найти себе немножечко одуванчиков. Потому что... Нет, не одуванчиков, как они называются, ромашек. Потому что мне нужен светло-серый краситель. Так я на лошади это сделаю гораздо быстрее. Как я давно хотел лошадь. Какой же это кайф, а? Какой же это, блин, кайф. Эй, а что ты не прыгнула? Я не отпустил клавишу, понятно. О, класс. Еще одна пчела. Еще одна пчела и еще один уль. Ну, просто замечательно. Все. Теперь живем. Теперь у нас все с вами есть. Крипер рядом с стеклянным этим самым. Это весело. Это прям очень круто. То есть на тебя солнце не действует, да? Понятно, все с тобой. Ну, иди сюда. Фуф. Я думал, сейчас взорвется, зараза. Так, здесь у меня закончено. У меня просто не хватало немножечко стекла. Поэтому я вверху выложил вот так. Но я потом это дело заменю. Это ничего страшного. Теперь нам нужно сюда с вами привезти пчелок. Кстати, да, по поводу пчелок. Подожди. Сначала мы с тобой сделаем следующее. Мы немножечко посадим сюда картоху и морковку. Сделаем, если получится. Ну, то есть сразу полный ряд. Я не знаю, получится костной мукой все это сразу ускорить. Я просто хочу сделать ряд такой, ряд такой. Потом мы с вами будем это дело потихонечку собирать. И, естественно, потихонечку расширять все это дело. А почему так фигово-то? Эй. Раз-два. 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 Три. Да, три нужно. Не везде, но все же. Во, вот здесь вот. Ну вот, совсем другое дело. Хорошо. Это мы с вами посадили. Это пойдет вот сюда. Теперь та же самая история с морковкой. Как я и сказал, у нас с вами как раз пчелы будут ускорять рост. То есть дальше мы с вами сейчас это уже можно не ускорять. Дальше будем полностью рассчитывать на них. Я по-прежнему забываю принести сюда этот самый. Я забываю сделать сундук. Ну ладно, давай сейчас быстренько скрафтим. По большому счету я тут рядышком поставил верстак именно для этого. Чтобы если я что-то забыл, можно было сразу скрафтить именно здесь. Делаем сундучок. Можно, кстати, сделать автоматизированную систему. Чтобы у нас там с вами как раз хоппер был. Ну как его, воронка была. Наверное, сделаем в следующем выпуске. Я немножко за кадром поэкспериментирую. Но я, в принципе, представляю, как это делается. Честно скажу, я посмотрел у американца одного, потому что... Ну я просто смотрел про пчел, что было в новых обновлениях. И так вышло, что он это делал. Поэтому я знаю, как это делается. Это просто так вышло. Тут никаких злых намерений не было. Но, по большому счету, так все и бывает, что... У кого-то просто случайно подсмотрел и сделал из себя то же самое. Или что-то даже еще улучшил. Пчел, иди ко мне. Ты же любишь, когда у человека есть цветочек. Давай за мной. В улье может жить, если не ошибаюсь. Пчел, давай за мной. В улье живет три пчелы. Соответственно, нам нужно сейчас как минимум двоих пчел притащить. И там их потихонечку скрестить. Эй. Пчел. Пчел, я тут. Я тут. Я тут. Давай за мной. А, он уже запалил те цветы. Смотри-ка. И не может туда влететь, потому что не находит дверь. Пчел, я не могу ничего себе сделать. Давай за мной. Хм. Может быть, ему не нравятся двери? Цып, цыпо, цыпо. Какого ты, рожда, так высоко улетел? Кстати, он потихонечку возвращается в свой собственный улей. И нам придется, по идее, тащить его еще раз домой. Во, смотри. Ему действительно не нравились двери. Он не хотел сюда залетать именно из-за них. И он поселился в нашем уле. Первый пчел есть. Это хорошо. Давайте поспим и притащим еще одного. Кстати, прямо сейчас уже можно наблюдать, как он собирает мед. Есть такая маленькая неприятность, что у нас все посевы растут с той стороны. Но это, в принципе, не страшно. То есть сейчас, естественно, он собирает не мед, он собирает нектар. То есть сейчас будет отсюда собран нектар, он полетит в сторону улья. Вот видите, когда он летит, он разбрасывает немножечко нектара. Таким образом он будет опылять все растения. И они будут лучше расти. Блин, это круто сделано. Какие же разработчики. Молодцы. То есть потихонечку все лучше и лучше игру делают. И когда-то, много лет назад. Единственный вопрос, это то, что как долго это... Как много времени это сняло, да? То есть в 2009 году игра появилась. И с тех пор вот только вот это вот все. RTX, конечно, очень сильно преобразил. Но и потихоньку, потихоньку что-то добавляется. Многое из того, что раньше было модификациями, теперь стало частью игры. Вон вторая пчела. То есть я сейчас быстренько тоже цепляю. Двух пчел нам с вами вполне хватит. Корова, это не страшно. Давай за мной. И просто идем домой. Единственное, нам, конечно, придется сейчас дверь вырубать. Если я все правильно понимаю, и мы с вами топором, зачарованным на шелковое касание, подберем улей, в котором есть пчелы, то пчелы, живущие в нем, они как бы вместе с ним заберутся, и мы можем прямо с ними разместить дома. Но тут, сами понимаете, шелковое касание, это еще такая штука, которую найти нужно. А вот таким образом, самым обычным, легче всего. Сейчас мы аккуратненько. Раз-раз. Здесь? Ну, не-не-не, тихо, тихо, тихо. Вернись. Вернись, я все прощу. Как так вышло? Я промахнулся. Давай за мной. Залетай. Залетайте, сударь. Все хорошо, вы дома. Все? Фух. Я смог. Я притащил их всех. И теперь просто остается подождать, когда у нас с вами выползет второй, чтобы немножко здесь пособирать пыльцу, и мы сможем их с таким образом скрестить. Как видите, у нас все с вами полностью удобрено. А, вот и второй. Привет. Сейчас у нас с вами сделаем третьего. У меня есть еще один цветочек, не переживай. Где-то был. Секунду. И тебя тоже. Класс. Как же мне это нравится. Сделано просто обалденно. Все, у нас с вами здесь три пчелы. Теперь потихонечку можно будет отсюда собирать, естественно, мед. Когда они его произведут. И, как видите, сейчас вот он будет пролетать над посевами. То есть он там соберет свою пыльцу. Полетит над подсевами. Таким образом, немножко их, как я и сказал, опылит. И у нас в своем с вами это очень быстро будет прорастать. Вы видите? Вот он. Это прям круто. Какие прям молодцы. То есть, естественно, нужно будет дождаться. Здесь уже можно, кстати, собрать. Здесь уже... Ну ладно, правда, одна морковка выросла. Но все же, ладно, бог с ним. Немножко поспешил. Нужно дождаться, когда полностью прорастет. Вот как здесь, например, да? Сколько там картошин? Две. Но можно было бы даже еще подождать. Итак, будем потихонечку засеивать все грядки. Таким образом, у нас получится огромное количество морковки и картошки. Можно здесь что-нибудь другое посадить. Можно даже сделать несколько таких ульев. То есть, просто по соседству еще поставить. Давайте дождемся, пока они произведут хотя бы немножко меда. Вот только если я не ошибаюсь, если я сейчас захочу собрать отсюда мед, то у меня возникнет та же проблема, что и на природе. То есть, они на меня нападут. Фишка в том, что я могу просто по-быстренькому сбежать, не дать себя укусить. Очень сильно на это надеюсь. Потому что, если меня ужалит пчела... То есть, ну, со мной это ничего страшного не произойдет. А вот давайте дверь пока что закроем. А вот с пчелой будет беда. Кстати, они не могут, мне кажется, вылететь отсюда. Так вот. Пчела после того, как меня ужалит, она потеряет свое жало. И, естественно, после этого погибнет. Соответственно, этого пока что делать с вами не будем. Хотя, да ладно, давай попробуем, рискнем. Рискнем, рискнем. Они со временем успокоятся. Без. Все. Меня немножечко ужалили. Вот мы с вами как раз это можем протестировать. Ужалила меня одна пчела. У той есть, у этой есть жало. И у этой есть жало. Класс. Смотрите, вот. Это уже перестало быть агрессивной. Слушай, как классно, а? Это стекло, оно еще немножко увеличивает. Перестало быть агрессивной, перестало быть агрессивной. Но мне кажется, все-таки одна из них рано или поздно окочурится. У тебя нет жала, да? Да. Видите, вот эта пчела потеряла жало. То есть, она не сможет долго прожить. Но таким образом, все равно мы с вами можем спокойно собирать наши как раз соты. Естественно, пока что складывать сюда. Потом мы с вами это автоматизируем и... Да, печаль. Видите, что с ней произошло? Потом мы это с вами автоматизируем и нам не понадобится такого делать. То есть, автоматически оттуда все собирается так, что пчелам не причиняется урон. Мы сейчас подождем, когда они вылетят из ульи и покормим их. Таким образом, у нас с вами будет опять три пчелы. Вот наши пчелки. Хорошо, я тут сходил, поспал. Все замечательно. По идее, они не должны отсюда улетать. Ты еще маленькая, да? Она еще маленькая. То есть, я не могу сделать вот так вот, потому что... Нужно подождать, пока она вырастет. А, если я буду кормить ее цветами, возможно, рано или поздно она вырастет. Просто у меня не хватит цветов, наверное. Давай, давай, пчел. Вырастай. Ей, классно. Ты чего не скрещиваешься? Ммм, как странно, я не могу скрестить его. Почему? Небо слишком далеко? Нет, просто слишком далеко. Фуф, я уж испугался. И у нас с вами снова три пчелы. А вообще, я так прикинул, чего бы нам сразу это дело не автоматизировать. Сейчас, правда, могут возникнуть проблемы с пчелами еще раз, но это мы с вами решим. Самое главное, что у нас потом все будет автоматически. Так вот, нам понадобится сейчас сделать с вами наблюдатель. Я уже забыл, как все это делается, так что давайте быстренько скрафтим. Наблюдатель крафтится довольно-таки просто. Нам нужен только кварц нижнего мира, который у нас, в принципе, имеется, потому что мы за ним ходили. Это хорошо. Раньше, кстати, в Майнкрафте не было вот такой фишки, которая тебе подсказывает, что куда нужно. Это теперь вот просто суперудобно. Это раньше был только в модификациях. Далее нам понадобятся две воронки, если не ошибаюсь, потому что нам нужна вагонетка с воронкой загрузочной. То есть нам нужна вот такая вагонетка, вот такая воронка. Есть. Это мы с вами сделали. Делаем быстренько раздатчик. Таким образом мы себе организовали все, что необходимо. Нужно сделать сундук. Нет, сундук там есть. Сундук нам не нужен, так что можно отправляться туда. Есть один маленький нюанс, что, скорее всего, сейчас пчелы опять на меня нападут. То есть наша задача сейчас быстренько все это дело здесь ликвидировать, убрать отсюда воду. Есть у меня такое подозрение, что сейчас ничего не сработает, потому что мы с вами, если соберем улей, они все равно взбесятся и атакуют нас. Ну, что поделать. Ничего страшного. Давайте по-быстрому все восстанавливать. Ставим обратно полублоки. Полублоки могут быть любыми. Мне просто нравятся эти. Сюда поставим с вами, естественно, ящик. Теперь к ящику нужно подключить воронку. Если не ошибаюсь, это все делается через shift вот так вот. Вот, подключилась, красота. Сверху воронки нам нужно поставить с вами рельсы. На рельсы ставим вагонетку с воронкой. Рельсы теперь можно оттуда убрать. Теперь поставим сюда временный блок. Не получается, потому что мне вагонетка мешает. Во, хорошо. С этой стороны блока нам нужно поставить раздатчик, который будет смотреть на нас. Ну, естественно, сейчас мы немножечко тут с вами поднагадим. Ну, ладно, не страшно. Раздатчик будет смотреть в эту сторону. В раздатчик можно положить как раз ножницы. А сверху раздатчика у нас с вами будет находиться наш улей, который должен быть повернут так же вот в эту сторону. Чтобы могли в него попадать пчелы. Я здесь ничего не топчу особо. Нет, не топчу. Все. Пчела в него попадает. Теперь, следующий момент. Нужно быть аккуратной с этим как раз... Как ее? Вагонеткой? Теперь наша задача поставить... Секундочку. Угу. Ночью пчелы сидят в улье, так что все хорошо. С этим никаких проблем. Давай. Мы сейчас выберемся отсюда. Естественно, это лучше всего строить, пока ты еще не построил, на самом деле, теплицу. То есть, тогда это будет легче. Ну, раз начали в конце выпуска делать, то бог с ним. Так вот, ставим сюда наблюдатель, смотрящий кверху. Все, отлично. Это у нас с вами готово. Выбираем отсюда блок. И ставим его вот сюда. Спокуха. Ставим его вот сюда. Теперь проводим здесь немножечко красной пыли. Раз, два. И больше нам, в принципе, ничего не нужно. Можно отсюда спускаться. Убираем этот блок. То есть, схема предельно проста. Наблюдатель видит, как в сотах появляется мед. То есть, они как раз заполняются медом. Передает Redstone сигнал раздатчику, в котором лежат ножницы. Он срезает это дело. Соты падают внутрь воронки, и все уходит в сундук. То есть, таким образом у нас все автоматизировано. Вместо ножниц можно положить бутылочки, и таким образом будет собираться мед. Мы сейчас с вами обязательно подождем и проверим, работает ли эта система. А тут, по идее, у нас с вами вся морковка должна была прорасти. И теперь можно сделать огромную хорошую рассаду. Так что, то, что я тут немножко ее потоптал, это абсолютно не страшно. Если не ошибаюсь, в одной из деревень я видел уже свеклу. То есть, нужно было сейчас свеклу собрать, принести сюда. Ну ладно, это потом. Можно сделать вторую как раз рядом теплицу, третью теплицу. Просто вот, я не знаю, сеть таких теплиц, которые будут растить разные культуры. Потому что одного улья хватает вот как раз на такое количество грядок. Соответственно, если хочешь еще, то нужно ставить дополнительные теплицы. Ну, можно, в принципе, сделать одну большую теплицу и просто в ней расставить улья. Они там будут летать себе, собирать мед. Но прямо сейчас она летать не будет, естественно, потому что ночь. Нам нужно аккуратненько отсюда выбираться, чтобы у нас крипер ничего это дело не взорвал. Я наверху заделал дырку или нет? Нет, я не заделал дырку, у меня терракота в кармане. Давайте сейчас быстренько это сделаем. Вот так, все хорошо. Как сразу светло-то стало, жесть какая. Как-то неожиданно. О, вылезла. Наконец-то, я тебя стою, жду. Пошли домой. Все, пчела есть. Я, честно говоря, боялся, что, ну, не будет пчел, но все нормально. Потому что здесь я очень много оббежал вокруг, и всего два улья. Может, вот там на горах есть еще. Фишка в том, что, да, они, конечно, спаунятся рандомно, но только в определенных биомах, и... Не всегда везет, вот и все. Давай, не тупи, пожалуйста. Следуй за мной. Ай, молодца. Все. Не-не-не-не-не, туда ты не улетишь. Все хорошо. Ну что, мы с вами таким образом, естественно, себе привели еще одну пчелу. А, сейчас просто нужно... Секунду, это здесь морковка растет? Да, морковка. Дождаться, когда у нас с вами наша пчела вылезет из ульи, и... Быстренько их скресить, чтобы было три пчелы, чтобы все это дело у нас с вами хорошо прорастало. Пока что будем с вами собирать медовые соты, потом отдельно сделаем другой улей, в который будет собирать мед. Естественно, мед еще чем хорош. И вот в прошлом выпуске меня очень сильно отравила ведьма, там чуть ли не убила. И вот как раз если бы у меня был мед, можно было бы как раз это дело снять при помощи него. Есть, хорошо. Ну. Все. Идеально. У нас с вами снова три пчелы, у нас с вами есть улья. Пойдемте приручать лошадь. С этим у нас с вами закончено все. Просто идеально. Ну, единственное, что нужно наверху вот эту вот тракоту заменить на нормальное стекло. Это я потом выкопаю. Естественно, нужно песка накопать, принести и пережарить. Класс. Мне прям очень нравится. Погнали приручать того же ребенка. У нас таким образом, честно говоря, здесь уже целый конюшник скоро появится, потому что их можно будет скрещивать. И это очень-очень хорошо. Привет. Как дела? Все? Вот так вот сразу, что ли? Давай. Это пошло сюда. А я бронюшу взял. И это пошло вот сюда. Жалко, что на носу закрывается вот это вот как раз пятно белое. И пойдем поставим его в загон. Но черная лошадь с золотым, как раз золотой броней, очень хорошо смотрится. В принципе, ей этого места должно пока что хватить. Потом обязательно мы с вами сделаем нормальный загончик для них. Коровки, как у вас дела? У меня нет особой пшеницы, извините. А я пока что жду, когда пчелы произведут достаточное количество меда. В принципе, можно это уже, на самом деле, сейчас проверить. Возможно, уже произвели. Сейчас мы это с вами дело посмотрим. Три. Все, да. Медовые соты, все нормально. И сюда положились рельсы. То есть, как видите, система работает. У меня было... Да, у меня шесть было. То есть, вся эта система потихонечку собрала мед. Перекинула через тележку с хоппером. То есть, по-английски это хоппер, по-русски это воронка. Через тележку с воронкой она собрала все дело. Естественно, перекинула в эту воронку. Естественно, все попало в сундук. Все очень просто. Система просто элементарная. Наблюдатель смотрит на ульи. Естественно, когда видит, что улья заполнился. Передает сигнал наверх. Красный сигнал передается на блок. С блока на раздатчик. Раздатчик ножницами. Все это дело режет. Ну и все это дело работает. Как говорится, все гениальное просто. Ну что ж, на этом предлагаю сегодняшний выпуск завершить. Я надеюсь, что вам понравилось. Сделали с вами автоматическую ферму. Ну нет, ферма-то не автоматическая. То есть, посевы придется вручную собирать. А вот пасека автоматическая. Плюс приручили двоих лошадей. Я думаю, что на сегодня достаточно. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем.